Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале CheggyRout и это прослушка. Сегодня непростая прослушка, мы будем смотреть лайв исполнение песен группы Scriptonite. Возможно это долгожданное видео для кого-то, но видимо я ждал эту новиночку, что еще какая-то работа появится и тогда бы я уже записал прослушку. Немножко объясню, я уже видел частично исполнение песен, но не полностью. Давайте послушаем и посмотрим. Нет, смотреть наверное не будем, но послушать послушаем. Классная реклама, да. Так, начнем с песни «Подруга». Мне нравится подход с Scriptonite, потому что даже простое лайв-видео он выпускает в 360. Это очень круто. Вот. И что мне понравилось, когда я первый раз увидел, это два барабанщика. Звучит иначе, да? Лайв-версия. Так, клавишный. Вот этот чувак сидит за ноутом, я конечно не понимаю, что он делает. Бас, гитара уж, клавишный и ритм. Ну, колбасит чувака там за клавишами. Заключение. Короче, как я понял, в белой майке все-таки основной барабанщик. А тут уже такой легкий ритм какой-то. Вот, про что я хотел сказать. Я это сразу оценил, когда увидел. Scriptonite играет на мелодике. Это, ну, такой инструмент. И у меня в детстве была триола. Это, в общем, ну, детский вариант. Ну, разновидность, в общем, их очень много. И, ну, насколько мне известно, это и японский вариант. Возможно. А может, нет. Но инструмент очень прикольный. Я когда увидел, очень удивился. Это, блин, очень круто. Что и следовало ожидать, звучит, конечно же, иначе. Не студийная запись. И вот лично мне было бы интересно послушать это вживую. Вот не сидеть вот так вот перед компом и смотреть. Так, ладно, идем дальше. Притон. Были очень прикольные звучания. Походу, я только подругу слышал. Там-тамы. Да, там-тамы же у него там. Где-то я читал то, что их восемь человек, по-моему. А здесь я вижу шесть. Он прям кайфует, когда исполняет. Прикольно, я хочу это слышать. Вот, кстати, что я хотел сказать. Когда выходил EP, Solitude, я думал, то, что лайф-исполнение, они будут, то есть не лайф-исполнение, но они будут на EP, то есть уступить на записи хотя бы песен его старых. Но, к сожалению, нет. Вот. Очень прикольный. Скриптонит просто гений. Адиль-гений. Я говорил это? Наверное, говорил. Притон вообще иначе просто звучал. По музыке даже что-то мне как-то и не напоминает ничего. Классно. Неожиданный трек вообще, сука, тащит на дно. Не думал я только буду его исполнять. Классная басуха. Вот паришь. Не мог понять, кто играет. Только хотим сказать барабанщику просто один и тот же ритм. Просто фигачек. Да нет. Интересно, почему все-таки в бою один вообще никак бы не справился? Что-то. Так, интересно, что дальше? Блин, это круто, ребят. Да. Блин, это круто, как он был у Сорума. Вот это да! Слушайте, ну вообще, красавчики. Круто. Все, у нас альбом, альбом, альбом. Ну и вот мы подобрались к Яве и группе скрипта Найт Берегом. Берегу. Детская кафе. Берегом. Классная музыка, барабанщика. Так, это у нас тут... Кто это у нас? Какая-то девушка. Ёлка? Серьезно? Ярь? Что? Да, это она. Так, давайте этот... Заново, а то я... Охренел тут немножко. Скрипит текст, да, походу. Опять внутри меня Одни в уроках и штормы Сплошная губина Морская губина М-м-м-м-м И суть не пусты Горизонта М-м-м-м И берега не надо М-м-м-м И ветер дышал нас одноет М-м-м-м Опять внутри меня Субтитры за тебя Так сильно волнуется море Ах ты в твоей берега Как и то унесу И унесу Елка балдеет там Унесло Ну реально музыка уносит вообще И эта гитарка крутая Унесло Ой, нарастание сейчас, по ходу, будет взрыв. у меня мы мы и 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 а и и и Классно вообще, я хочу услышать это в студийной версии, очень крутой трек. Блин, ёлка. Причём, ой, у неё даже альбом есть, ничего себе. А, так это её трек. Вау. Короче, я её себе добавлю, но я хочу студийную группу с Крипто Найт. Теперь, что можно сказать? Гений? Я уже отключил видео, вот сейчас только что вспомнил то, что я хотел сказать. Слушая песню Берегом, я вспомнил трек Скриптонита и Тати, Волной, по-моему, он назывался. И было бы круто, если бы они всё-таки исполнили эту песню, потому что, как бы, ну, Скриптонит уже не в газе, Тати тоже не в газе. Так, а почему бы не исполнить этот трек? Ну, помните, да? В общем, было бы круто. Адиль просто гений. Он вот задаёт тренды, и он направит, я надеюсь, всех в правильное русло, и все начнут делать такую замечательную музыку с лёгким шаманизмом. Очень круто. Я бы хотел вживую это услышать, посидеть где-нибудь в кабаке, там, я не знаю, в баре. Я немножко даже чуть-чуть пожалел, что раньше не слушал эти лайв-исполнения, но и рад то, что именно сейчас, когда вышел этот новый трек, ну, короче, очень круто. А как вам вообще? Понравилось? Нет? Совместка, по-моему, очень крутая. Вот. И можете послушать студийную просто ёлки. Всё. На этом спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. И мы скоро увидимся. Всем пока. Check it out!